Так, всем привет. Извините, простите, что опять показываю коврик из старых ниток и футболок. Простите, что я вам показываю такой дешёвый коврик, как говорит Ольга Вальц, что я их связала сама своими руками из старых футболок. Так, если вы мне не верите, то ваш посыл понятен. Вы просто меня ненавидите, а не верите. 25 февраля мне позвонили с закрытого телефона. Я не знала, не видела, кто это. Голос был, как будто дочери. Она говорила вот так вот. Мама, мама, вот так всё было. Потом берёт трубку один человек и не говорит на чисто греческом языке, но тут это ещё не новость, потому что в больницах есть и русопонты, есть и болгары, есть и разные люди разных национальностей. Вот, например, если я где-то работаю, хотя я очень хорошо знаю греческий язык, то всё равно люди понимают, что я не из Греции, что у меня, это, как сказать, не диалект, а акцент другой, так же, как и сейчас на русском. Этот человек мне говорит, ваша дочь заболела ковидом, она задыхается. Нужно 22 тысячи евро или у неё шансов на жизнь нету. У меня давление подскочило 186 на 100, не помню сколько уже, я просто не помню, нужно пересмотреть. А почему? Я могу показать. Я могу показать полминуты, полминуты. Раз уж я уже это всё показываю, записываю, оправдываюсь, то тогда пошли нахуй и посмотрите. У меня давление, суки, подскочило. Я думала, что я умру от боли. Какая разница, какое у тебя давление? Ты бухаешь, как лошадь. От этого у тебя и давление, пьяница. История. История моего давления. Смотрите, что со мной в ту секунду произошло. Специально так поднять давление невозможно никаким вином и никаким сумасшествием. В эту минуту я погибала. Видно? Видно, сволочи, твари, я уже как сам вел. Видно, что со мной произошло. 182 это высшее давление, 129 это сердце. Почти вдвое, чем должно быть. И 139 пульс. Потом, так как моя дочка уехала на карнавал в Греции, в Ксанфе, у меня руки дрожат, когда это все вспоминаю, я не могла с ней связаться. Она меня предупреждала. Мама, когда я уезжаю с парнем, я не хочу, чтобы ты меня волновала. Я это понимаю. Ей скоро будет 20 лет. В этом месяце ей будет 20 лет. Я не могла связаться с ней много времени. Они мне сказали, что если вы не привезете деньги, то она, как я уже повторяла, не будет жить. У меня сердце до сих пор не в порядке. Я борюсь со своими эмоциями, потому что это все свежо. Что еще сказать? Пишите под этим видео, я все отвечу. Когда я звонила своему бывшему мужу и сказала, Дмитрий, вот так-то, так-то. Он сказал, да ну, это все неправда. Потом, суки, он мне присылает линк, как это сказать, линк на одно видео, где показано что? Не показано, а рассказывают. Руки у меня трусятся до сих пор. Где показывают что? Есть такая, такая, блин, как это называется, спира. Ну, я же не могу все перевести так сразу. Я не помню хорошо русский. Ну, в общем, такая банда, что шантажируют людей. Давят на эмоции, что типа, ваша дочка попала в аварию или умирает от ковида. Или то, или то. Вы понимаете, что я пережила? Перестаньте надо мной издеваться. Все. Все. Продолжение следует...